Всем привет дорогие друзья, с вами снова канал Unreal Игра. Ну что ж, мы продолжаем играть в наш лестплей бесконечность по Майнкрафту, это наш уже 53 выпуск. Ну что ж, давайте продолжать и посмотрим, что у нас тут новенького. Ну что ж, немножко я достроил метро, давайте я его покажу. Так, не хватает знаете чего, не хватает решеточек, но прежде чем я туда отправлюсь, я положу кое-какие ресурсы перерабатываться. Так, тут у нас, где у нас манюлин, алюмит точнее, вот он алюмит, кобальт, золото, давайте кобальт. Пускай это тоже отправляется на переплавку, а также железо, обсидиан и алюминий. Будем делать алюмит, а из него сделаем молот. Потому что, как я понял, из манюлина особо смысла нету делать, потому что он по свойствам такой же. Я просто сделаю его, электронный молот сделаю. В общем, так проще сказать. Так, ну что могу сказать, буковку М тут поставил. На лесенке сделал нормальное освещение из уголков светопыли. То есть их даже практически не видно, видите? Если вы вот так идете, их как будто нету. Но освещение есть. Стены из обожженной глины, потолок из ступенек и полы из ступенек. Вот так вот выглядит пока что станция. Там вон, как вы можете заметить, я уже поставил дверки, но пока что там никуда не ведет. Вот эти две кнопочки, чтобы было удобно выбираться. А вот тут я уже немножечко так сделал поудобнее. Смотрите, вот тут вот открывается, да, по кнопочке. Снутри кнопка есть. Мы попадаем вот в такой вот ходок узенький. Вот видите, тут можно ходить беспрепятственно. Раньше, помню, из-за вот такого полублока я не мог зайти. Приходил сделать вот эту крышку чуть выше. Собственно, сейчас проблем никаких нет. Тут вот, собственно, выход в туннель вот так вот. Тут будет продолжение туннеля, например, в ту сторону. Тут у нас сразу за станцией вот такая вот сбойка. Это туннель, который соединяет туннель между собой. Два туннеля, вот. Тут я сделал вот из полоса из каменного кирпича вот такую вот толстую решетку. Потому что обычная решетка тут не подходит, особенно она на углах. И вот тут она некрасиво квадратом стоит. Нажимные плиты. То есть, по сути, это помещение такое, где обычно болты стоят, еще какие-то болты, еще всякое всячино для метро. Ладно, это мы трогать не будем. Вот тут вот у нас вентиляция. Прямо за станцией уходит вот туда. Сейчас вот со станцией посмотрим. То есть, вот так вот ждем поезд, а там видно сбойку. Эта сбойка уже вентиляционная. То есть, вот оттуда воздух якобы приходит и разъединяется на два туннеля. Сюда, на этот и на соседний. Так, вот тут вот такой вот ходок. Тут прям станция. И выходит к нашей вентиляции. Я ее, наконец-таки, доделал. И вот так это выглядит. Поставил тоже освещение везде. Все красивенько. Равномерно. Потому что я люблю равномерность. Вот. И вот тут тоже сделана такая штука. Полоса из каменных кирпичей, как бы сказать. Чтобы не падать с лестницы. То есть, своеобразное такое ограждение. Как на кранах есть. На некоторых пожарных лестницах. Вот. И сделал каменную лестницу. Которая делается из каменных палок. Тинкер констракт позволяет это сделать. Либо форж микроблок. А палки делаются из булыжника, либо из камня. Очень простая лестница. И удобная. Но она мне на самом деле ни к чему. Потому что я вот за счет крылушек долетаю. Я кстати выбил себе амулет. Который камень вис. Это между прочим выпало из моего автоспаунера. Там он вышибал, вышибал, вышибал и выбил. Вот. Собственно вот такая вот конструкция. Решил я именно таким образом делать. Потому что метро примерно так и сделано. Ну там иногда бывает, что идет вот так по кругу. Как бы почти винтовая лестница. Только треугольная. Вот. Вот так вот выглядит веншахта изнутри. Это называется вентиляция. Либо веншахта. Так. Забыл я кнопочку сюда положить. Давайте сейчас это сделаем. Да. Видите? Из-за крылышек я не погибаю. Так. Нажимную плиту возьмем. Там потому что удобнее всего нажимной плитой пользоваться. Хотя можно и кнопку поставить обычную. Так. Ну например мы тут забираемся. Да. Тут такие вот. Чтобы не падать. Было удобно. Тут соответственно крышки из каменных кирпичей тоже. Ну то есть они якобы как куски бетона. А это как будто они металлические. Скажем так. Вот. Вот так эта система выглядит. Тут кнопочка. И вуаля. Аккуратненько веншахт стоит. Недалеко прямо от моего дома. И соответственно под... И ведет к станции. Так. Забыл я взять опять сюда эти. Такие. Решеточки. Ну это ладно. Так. Лагает. Так. Забыл кое-что сюда положить. Потому что тут скелета мутузит. Можно сказать рукой. Положи вот этот меч. Алюмитовый тесак свой. Давайте. Так. Молот. Нам нужен молот. Значит. Вот эта штука нужна. Толстые крепления наверное. А нет. Там крепления вообще по-моему не нужно. Нужна палка. Так. Давайте поспим. Кстати. Деревья вот эти прикольные. Мне нравится мой биом. Где я живу. Они просто огромные. Такие деревья красивые. Так. Книжечки пока отложим. Смотрим на молот. Так. Палка. Оголовье молота. Два таких. Один такой. И. У нас по-моему нету. Что я его не делал что ли? Странно. А. Ну видимо я себе просто как тогда. После переезда выдал. Так и не делал больше. Давайте сделаем вот каменный боёк. Каменный боёк молота. Всё. Больше не пригодится. Можно обратно положить этот булыжник. И сюда тоже положить обратно. Так. Сейчас быстренько сделаем форму. Потому что давно было пора сделать молот нормальный себе. А я что-то как-то всё не делаю. И вот так. Заливаем алюминиевые. Вот алюминиевая латунь. Вот. Всё. Получили схему. Вот эта штука от молота можно выкинуть. Так. Теперь. Сам молот мы. Так. Тут всё перемешалось я надеюсь. Алюмит. Анюлина. Анюлина мало. Не будем трогать его. Так. Значит. Я надеюсь что нам хватит алюмита. А. Кстати. Закинем. Сейчас всё оно перемешается. Обсидиан и железо. И будет у нас ещё больше алюмита. Так. Я надеюсь что нам этого хватит. Сколько там осталось. В принципе с головой там хватит. Так. Молот есть. Основной. Кстати. Укрепление. Прочность. Так. Теперь заливаем пластины. Достаточно много требуется. Тут слитка 8 по-моему нужно. Ну если считать в слитках. Так. И второй. Да. Нам надеюсь хватит. К сожалению какие-то лаги. Я всё так по-прежнему не перезашёл. Так. Это готово. И палочку. Палочку делаем. А пока что мы посмотрим. Материалы. И мы. Может быть рукоятку выгоднее будет сделать из чего-то. Матыга топор. Ну-ка что это мечики. Рапира. Полуторный меч. Кстати надо тоже вот это всё будет потом как-то попробовать. Кинжал. Вот это стамеску надо будет попробовать тоже. Так. Материалы нам нужны. Прелезо. Один и два. Алюмит. Ладно. Что-то как-то толку я особо не вижу. Так. Можем ли мы большую. Большую бумажную стержень. Так. Сейчас кое-что попробуем сделать. Я хочу из бумаги попробовать сделать. Так. Сюда. Это сюда. Толстый стержень из бумаги. И он не делается из него. Ну не знаю. Сейчас попробуем посмотреть. Просто если. Если вдруг что-то у нас будет хорошее. Благодаря этому получится. Тогда можно посмотреть. Так. Делается. Нет. Так не делается. Давайте еще бумаги возьмем. На всякий пожарный. Так. Летим. Так. Кто? Вот. Положим бумагу. Переписываемость. Просто попробуем. Что вообще оно из себя представляет. Сейчас несколько вариантов попробуем. Посмотреть. Так. Выкладываем алюмитовые большие пластины. Боек молотка. И стержень. Смотрим. Прочности очень много. Скорость добычи не очень большая. 3.2. Измерится ли что-нибудь с бумагой? Ага. Меняется прочность. Очень сильная. Но при этом у нас есть еще один модификатор. Я не знаю стоит ли он того или нет. Правда очень прочность такая. Нехилая. Уменьшается. Бумажный. Бумажный стержень. Охренеть. Смехота-то какая. Ладно. Давайте сделаем бумажный. В конце концов. Нам нужны модификаторы ведь. Так. Заберем пока что данный столик к нам. И нужно сделать нам свинцовую энергетическую ячейку. Свинцовая. Вот такая вот энергетическая ячейка. Насколько я помню нам нужна. Если я все правильно помню. Так. Блок есть. Так. Рамка свинцовой энергетической ячейки есть у нас. Давайте поставим. Посмотрим сразу. Чтобы можно было. Так. Нельзя еще. Значит не то. Значит надо саму батарейку сделать. Так. Электром и редстоун. Есть. Батарейка готова. Так. Ух ты. Оно выглядит смотрите как. Ну ладно. В принципе теперь. Если мы будем заряжать молот. У нас прочность в принципе не будет тратиться. От этого нам. Можно сказать. Без разницы на прочность. Так. Скорость добычи. 3 и 2. Собирает практически все. Теперь наконец-то мне не придется ковырять. Что-то отдельно. Ну-ка этот. У этого. Бонус против нежности. Скорость добычи 1.6. Почти сломанный. 4 и 14. Так. Ладно. Значит сейчас мы что будем делать? Мы. Пока он заряжается. Апгрейдим его. Соответственно. Редстоун. Редстоун. Удача нам не нужна. Нахрен надо. Вообще не будем на удачу заморачиваться особо. Так. Редстоун есть. Потом. Золотой блок. Золотой блок. С алмазиком. И. На звезду нижнего мира. Даже две наверное возьмем. Потому что. Ну-ка сможем ли мы на кирку. Отлично. У нас на кирке еще один свободный слот. Благодаря. Адской звезде. Очень даже неплохо я скажу. По сути всего лишь молоток. Но знаете сколько. Плюсов он нам даст. Можно будет вот эти вот все молоты. Просто сжечь. Утилизировать. У меня наконец-то. Инструменты. Как говорится нормальные становятся. Еще сделать электротопор себе. Было бы вообще хорошо. Наверное этим тоже может быть и займемся. Так. Кладем значит. Вот так. Добавляется еще один модификатор. В сумме уже пять у нас есть. Если сделаем вот так. Всего шесть модификаторов уже. Ну тут пять осталось. Теперь что. Теперь значит редстоун. Редстоун килограммами. Потому что нужно чтобы молот копал очень быстро. А если он будет копать быстро. Значит мы сможем. Можем. Все что угодно производить с ним. То есть например метро буду копать очень быстро. Так. Скорость. Уже огромная скорость на самом деле. А у него там осталось еще дохренища просто апгрейдов. Так. 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 Еще один. Ну-ка. Скорость восемь и четыре. Отлично. Будет скорострел молот. Тут просто видите. Чуть-чуть не помещается. До того что в блоке 9 редстоуна. Кстати можно вот так сделать. Просто делаем до такой степени. Пока у нас не... Не скажет нету места. Так. 19,2 скорость. Это очень-очень хорошо. Это просто охрененно. Только нету модификаторов. Больше не осталось модификаторов. У нас тут только заряжалка и скорость. Так. Давайте топорик сделаем наверное. Так. Для топорика наверное у нас может быть все есть. Поспим. Потому что хочу сделать сразу себе некоторое колво инструментов. Чтоб потом просто не бегать. Можно и лопатку бы было обычную сделать. Нормальную. Кстати вот лопатку тоже надо сделать. Так. Это я из бумаги сделаю соответственно. Толстый стержень из бумаги сделаем. Так. Большой топор. Раз. Так. Побежали. Хватает там алюмида. Ну практически. Мда. Что я пытался сделать? Этим. Нам же нужно вот так сначала сделать. Так. И это из бумаги. Как обычно. Что-то не делается что ли? Или тебе особая бумага нужна? Странно. Ладно. Пускай пока так лежит. Сейчас чуть позже с этим разберемся. Блин. Заре я туда унес этот агрегат свой. Сейчас там нужно немножко... Ресурсы-ка взять. Тростника возьмем. Возьмем наш столик туда. Сделаем свинцовую энергетическую ячейку. Еще одну. Так. Что я делаю? Что я делаю? У меня... Раз. Две сделаю на запас сразу. Так. Потом. Вот такую вот катушку. Две штуки. И раз. Два. Два алмаза. Два золотых блока. Сейчас сделаем себе все продвинутое. Две звезды нижнего мира. Которых у нас навалом просто. Лазурить нам не нужен тут. Так что нам еще может понадобиться-то? Так. Столик я взял. А. Нужно взять. Собственно. Сам этот. Обсидиан. Обсидиан. Железо. Алюминий. Так. Железо и алюминий. Так. Все. Можно закидывать в печь. И наслаждаться. Что молоток как-то странно выглядит. Как электробур какой-то. Хотя возможно так и есть. Так. Тебя мы положим. Пам-пам. И обсидиан загрузим. Как только вот это сплавится. По крайней мере ничего это не может перемешаться по-другому. Так. Значит что? Значит что? Значит делаем вот это. Такую форму. И нужна форма от лопаты. Лопатная форма. Так. Бумага. А вот. Она все сделалась. Она просто не отображалась как-то адекватно. Так. Лопатка. Схема пластины лопаты. Тоже сейчас ее сделаем быстренько. Кладем обратно. Можно это тоже сюда запихнуть. Чтоб не мешало. Так. Поставим столик. Где наш столик? Вот он столик. Инженерная кузня. Побежали делать теперь следующее. Так. Теперь слепок лопатки большой. Так. Тут видите наплавилось. Засовываем обсидиан. Так. Алюминий. Железо. Будет превращаться в алюмид. Постепенно. Так. Значит это у нас готово. Вот эти штуки они не нужны больше. Так. Значит это. И вот это. Теперь сейчас. Еще одну бумажную рукоять надо сделать. Ибо она очень хорошая. Очень даже. Так. Посмотрим. Так. На топор значит перекрестие. Которое кстати тоже из бумаги надо взять. Тогда модификаторов еще больше будет. Так. Бумажное перекрестие. Отлично. Так. Скелет. Не обращаем внимания на него. Бумажное перекрестие. Пластина. И эта штука. Окей. Пластина. Ну-ка что у нас тут? Тут почти все готово. Положим пока пластину. И ждем. Сейчас обсидиан доплавится. И будет все очень даже хорошо. Прям в предвкушении. Сейчас будет много алюмида. Но. Лавы пока что достаточно. О. Видите? Алюмии. Теперь 4032 его. Я надеюсь нам его хватит. Для лопатки наверное тоже одна пластина понадобится. А может и нет. Лопаточная этот. Наливается на самом деле медленновато очень. Так. И для топора. Все. Так. Кстати. Можно вот эту вот ручку обратно и засунуть. Пускай плавится. Алюминиевый прочный стержень. Он нам. Алюмитовый. Он нам в принципе не нужен. Так. Смотрим. Топорик. Важный этот. Бумажное крепление. Алюмитовый большой обух топора. И пластина. Прочность не очень. Но зато. Пять модификаторов. То есть топор будет бомба. Хотя вот конечно с топором. Ладно. Собираем. Так. Потом. Потом лопата. Лопата. Тоже перекрестие надо бумажное сделать. Бумажное перекрестие. Я испугался, что сюда идет. Так. Бумажное перекрестие. Не оно у нас. Сейчас пластину одну сделаем. И у нас будет все тип-топ. Так. А нет. Только не говорите, что чуть-чуть не хватило. Железо и алюминий нужен. Алюминий нужен. Срочно. Алюминия у нас не хватает там. Так. Что-то как-то странно. Почему алюминия не хватило? Непонятно. Пускай полстак там. Будет в печке. Такс. Это у нас инструменты будут мега продвинутые. Так. Алюминий. Плавься. Так. Перекрестие есть. Это есть. Лопаточная. Алюминиевая пласти... Алюмитовая пластина копалки тоже есть. Собственно, дожидаемся. Свинцовая принцесса, блин. Вот так. Аген. Энергия. Да, прикольно. Надо будет потом этим тоже позаниматься. Что-то с пчелами вообще пипец. Ладно, доливайся. И вуаля. Готово. Так. Лопата-копалка. Пластина. Пластина копалки. Бумажная ерунда. Получается... Лопата. Которая тоже до хрена... Апгрейдов влезает. Так. Ладно. Сейчас будем апгрейдить. Значит. Вот это. Стопор какой-то странный стал. Лопату. Лопату с проводом теперь. Потом. Так. Я тут зря. Кстати. А. Точно. Стоп. Четыре. Пять получается. Отлично. Лопату. Потом звезда Нижнего Мира. Шесть апгрейдов. И тут шесть апгрейдов. Вот. Ну что ж, дорогие друзья. На этом все-таки я остановлюсь. Засели я, наверное, еще сделаю себе... Маленькие... Ну, лопатку, может, обычную себе сделать. Тоже электрическую. Топорик я не знаю. Наверное, не буду делать. Вот. Чтобы не тратить много времени. Но я думаю, вы суть уловили. Давайте попробуем сейчас... Потестировать. Сейчас посмотрим. Нет. Скелет из сушителя рядом стоит, конечно. Просто буквально протестировать. Отпустимся в метро. Так. Пам-пам-пам. Так, он у нас заряженный. Отлично. А эти не заряженные. Так что будем заряженным ковырять. Просто хочу посмотреть, каково он... Как он... Ну, скажу, очень даже неплохо. То есть, вот так вот я и буду делать проходку. При этом будет тратиться энергия. А не сам вот этот молот. То есть, мне, в принципе, их вообще никогда не нужно будет чинить. Хотя, это будет возможно сделать. Потому что алюмит, он, в принципе, очень дешевый. Ну, что ж. Вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И увидимся в следующих сериях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok